О чем говорят Меня зовут Дмитрий Щеглов, это о чем говорят, мы продолжаем, Тарас Амберский также на связи. Итак, у нас есть одна тема, которую мы начали косвенно обсуждать в ходе предыдущего выпуска, и там у нас выходили по этому поводу блоги на сайте Сиапресс, и там в частности говорилось про то, что туризм в принципе в Сургуте может стать отраслью экономики и в Югре, и в Сургутском районе, то есть вот весь этот комплекс в принципе может сделаться хорошим привлекательным туристическим местом, но наши комментаторы многие на это отреагировали крайне скептически, там сказав о том, что кому нужно ехать в наш богом забытый край нефтяников и газовиков, и тут кормить в общем всякий гнус, и еще и платить за это деньги, какой смысл в этом всем. Поэтому мы решили вынести это в отдельную тему для разговора, на о чем говорят, поговорить о том, что какой туристический потенциал может быть у города Сургута, как у Сургута, у Сургутского района, как у его как бы ближайшем таком соратнике-друге в этом плане потенциальном, и у Югры в целом. Я вообще, как бы мой тезис был такой, я эту тему также забрасывал по сути на Сиапресс в своем блоге, я считаю так, у Югры есть вообще все возможности для того, чтобы превратиться в отличный, интересный туристический регион, но понятно, что местным жителям кажется, что если, которые здесь живут, и которые видят все то, что происходит, и кажется, что господи, кто же сюда может приехать отдыхать, отдыхать это поехать на море, вот там вот отдыхать, отлично, вот, а здесь отдыхать никому в голову не придет, здесь только работать, умирать от всяких болезней северных и так далее, и зарабатывать деньги. На самом деле, конечно же, я считаю, что отличный экзотический отдых, особенно зимой, когда можно покататься, правильно писал наш один из блогеров, что там кататься на самолетах, на вертолетах, кататься на санях, кататься на оленях, смотреть на всякие там промыслы, там, и платить за это дело довольно-таки небольшие деньги, потому что мы знаем курс практически любой внешней валюты по отношению к нам, это все как бы дает возможности отличные. Вот, Тарас, может у тебя есть какие-то еще примеры? Я лично считаю, что вот там в Финляндию поехать, на Аляску поехать, еще куда-то в северные регионы, можно прекрасно и классно отдохнуть, и классно провести время. Вот у тебя по этому поводу есть какое-то особое мнение? У меня не особое мнение, у меня просто есть мнение, основанное на многих наблюдениях. Ну, смотри, любая региональная власть, в России, кстати, такие власти есть, но региональное и местное мы тут объединяем, вот, за границей в Европе это просто нормально, местные туристические инвестиции воспринимают, как один из основополагающих элементов своей местной политики. То есть, туристический сектор, это очень развитая индустрия, и она развивается с помощью синергии частного бизнеса и местных и региональных властей, часто еще и государственных властей. То есть, в любом регионе, в любой стране в Европе, кстати, а также и в многих регионах в России, мы уже можем наблюдать, как просто создаются туристические центры, информационные центры, ну и дальше там по цепочке местные власти создают условия для полноценного развития туристической отрасли. Что к этому относится? Это развитие инфраструктуры, которая способствует туризму. Смотрим на инфраструктуру туристическую в городе Сургуте, но инфраструктура начинается с ворот, да, с аэропорта, с вокзала, с речвокзала. Смотрим на все вот эти три объекта и понимаем, вот они способствуют росту туристического трафика или нет. Нет, мы с одним нашим железнодорожным вокзалом, сколько там топчемся на месте, да, все пытаемся... Ну, еще несколько лет и из него превратят в эту шкатулку. Ну, вот в этот кошмар, конечно же, который будет пугать и вызывать отрубью. Как раз тех самых иностранных туристов, которые, как я понимаю, в отличие от наших властей, разбираются в модерне и уж точно его могут отличить от того говна, которое нам хотят построить. Вот. Про речной вокзал мы молчим, да, его благополучно снесли. Кстати говоря, тоже здание вполне себе симпатичненькое такое, из советского модернизма, как бы. Я вот его очень сильно любил, оно было небольшое, компактное, очень уютное, очень логичное, как бы. Все, там пустырь. Пустырь и совершенно какая-то ужасная депрессивная территория. Ну, аэропорт, который, да, вот еле-еле справляется с нагрузкой и логично требует дальнейшей реконструкции, превращения в современный авиатерминал, достойно, как бы, нашего региона. Пойдем дальше. В каком состоянии находится второй пласт любой туристической индустрии, то есть, отельный бизнес по городу Сургуту. Что мы можем сказать об отельном бизнесе города Сургута? Вот. Ничего хорошего мы о нем сказать не можем. Есть несколько советских отелей, да, такие, как гостиница «Нефтяник», гостиница «Опи». Я даже сейчас не знаю, кому принадлежит «Опи», вот, кем она управляется, вот. Но «Опи» — это вообще, как бы, переделанное общежитие, да, типовое, там, общежитие пансионатного типа, как оно там называлось раньше, вот. То есть... Ну, «Хилтон» строится, между прочим, вроде как. Ну, «Хилтон» строится вроде как, вот замечательно. Город, который заявляет о том, что он должен быть там каким-то миллионником, пятисоттысячником, вот у нас вроде как строят «Хилтон». Ну, хорошо, вот крупных отелей у нас нету, которые могут организовывать туристические потоки, делать конференции, кормить большое количество людей, как бы, да, и обеспечить это все вот на таком, как бы, очень большом человекообороте, да, туристическом обороте. Второй пласт, как бы, отельного бизнеса — это частные мини-отели. Они у нас тоже появились, но поскольку это малый бизнес, то он влачит просто жалкое существование, жалкое существование. Кстати говоря, эти отели платят за электричество, которое отпускают в городе Сургуте, кто, компания, корпорация СТС, да, вот, они платят тариф, равный тарифу, который платит промышленное предприятие, да, к вопросу, вот, поддержки туристической отрасли, да, и малого бизнеса. Ну, и как бы, если еще ниже спуститься, это всевозможные какие-то блатхаты, саунки какие-то, какие-то, в общем-то, попросту бордели, да, вот, которыми заполонен, как бы, Сургут, вот, что у нас для размещения туристов, что у нас для развлечения туристов есть в городе Сургуте. Ты можешь вот просто сходу сказать, что тут интересно, куда можно пойти, на что можно купить билет и, вот, как-то устроить свой досуг, ноль, нету ничего, да? Я, когда приезжали к нам гости разные интересные в Сургут, в гости к нашей редакции, я их неизменно возил на ГРЭС, показывал ГРЭС, особенно зимой, это было очень впечатляюще, вот это водохранилище и всякое такое, а так-то, в принципе, ну, нет, можно вспомнить места в городе, которые можно посмотреть, но, конечно, надо этим еще работать и работать, как и над всеми остальными пунктами, о которых ты говоришь. Ну, ты возил на ГРЭС и то, ты возил на территорию ГРЭС общедоступную, а внутрь ГРЭС подвозить невозможно. Я тут хотел организовать экскурсию, ну, там, одноклассникам сына своему, как бы, вот, чтобы они посмотрели ГРЭС внутри. Какой-то квест они хотели сделать, то ли, как бы, выпускной, ну, что-то такое, да? В общем, как-то нетривиально, вот. Ну, невозможно, то есть, вот это вот писанина, созвоны, ответы типа, вы что, сошли с ума у нас там режимное предприятие. Я не понимаю, почему мы, будучи школьниками, на этом ГРЭС просто жили, да? Вот, мы знали каждый энергоблок, мы там проводили все каникулы. Это было совершенно нормально, это и профориентация, да, то просто, это просто немножко разворачивает мозги в нужном направлении. Вот, ну, это все, вот ты ГРЭС приводишь. Ну, ладно, я тоже знакомых вожу тут на первую за мостом, вот эту вот нефтекачалку, да, вот, 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 нефтекачалка, встретена вот так вот выглядит. Вот, кому не лень ехать там пару часов, ну, везут куда-нибудь на куст, показывают там буровую вышку. Все, вот город Сургут на этом закончился. Что мы хотим от нашего города, туристического центра, если власти не смогли, ну, мозг размером с грецкий орех, понимаешь, вот, не смогли они меньше, чем за миллиард рублей выкупить вершину и сделать из него музейный досуговый пластер. Ну, не хватило тям. Вот, я не говорю, что встроено пристроенное помещение в жилищном комплексе Возрождения, по-моему, да, где вот сделано такой большой красивый музей, это плохо. Подобных объектов должно быть очень много. Но вот не ухватиться за уникальную возможность спасти вершину, которая сама по себе является выдающимся архитектурным сооружением. Ее тоже показывают, конечно. Вот, ну, ее показывают уже как образец того, как можно уничтожить красоту, да, вот я думаю, как вот по Припяти, да, вот такие вот, делать такие полулегальные экскурсии квестовые. Вот, вот вершина примерно то же самое, да, когда ты заходишь внутрь и видишь этот индийский рынок, ахаешь и думаешь, господи, вот лишь бы об этом там несчастный Эрик Ванагират не узнал. Вот. И смотри, что в Сургуте из музеев есть? Ну, вот наш краеведческий музей, который там в каком-то подполе находится. Да все, ну просто вся, у нас все, что связано с туристической индустрией, это трагедия, это крах, это полное непонимание властями вообще мощнейшего потенциала этой сферы. Знаешь ли ты, что в 50 километрах от города Сургута в поселке Ульт-Ягун есть озеро, да, и у него целебные грязи, вот просто вот на дне находится, на береговой линии. И еще 20 лет назад там был глава Ульт-Ягуна Суходоев, я, к сожалению, забыл имя его, вот, он не смог пробить идею создания вот какого-то курорта на базе этого поселка и на берегу этого озера. А представь себе, там проходит железная дорога, вот через Нижневартос, через Сургут, туда дальше на юг идет, вот тебе туризм, да, вот, там достаточно красивая природа, там просто трасса есть. И вот на побережье этого озера можно было давным-давно создать какую-то профессиональную, рекреационную, а может быть даже и лечебную зону. Тут ты вспоминаешь свою любимую Тюмень, да, где просто за последние 10 лет только спа термальных курортов, начиная от лета-лето и заканчивая более мелкими такими, да, как бы такими семейными, вот, больше 15 есть. Я уж молчу про качество отелей в городе Тюмени, про качество аэропорта, вокзала, не знаю, что там у них с Ричпортом, по-моему, как бы, да, там не вычисли доходности. Я еще хочу вот тут вот вставить, отдельно вставить момент, у них же есть специальный туристический проект, Visit Human, то есть они прям его пиарят, то есть это портал, в котором ты заходишь, тебе показывают, куда можно поехать, что можно сделать, какие-то акции предлагают, что-то еще, что-то еще. То есть они именно себя пиарят, как туристический центр и внутренний, и для внутреннего туризма, и для внешнего, и входящего туризма. Потому что туризм, внутренний туризм, это в любом цивилизованном муниципалитете или регионе, независимо от государства, одно из важнейших приоритетных направлений деятельности. Вот это как раз та политика, которая позволяет развивать сегмент малого бизнеса, не только отельного, которая удерживает население местное, потому что развивается сфера услуг, и местному населению интересно работать с теми же приезжими, с туристами, с российскими туристами или иностранными. Это все поднимает уровень коммуникации местного общества на другой, коммуникации местного общества поднимает на другой уровень. Вот. И, наконец, это очень здорово развивает местную территорию. Город Сургут для туристов любых, он совершенно безликий, неинтересный, скучный город. Это не Тюмень, это не Екатеринбург, где ты просто гуляешь по ухоженной и логичной для туриста территории, и ищешь какие-то, находишь новые впечатления. Это не Казань, где ты просто можешь гулять по городу и видеть, как строится множество новых объектов, совершенно прекрасных и с архитектурной точки зрения, и с точки зрения функционального там наполнения. В Сургуте этого всего нету. Поэтому без пересмотра комплексного подхода к развитию территории, где есть и архитектура, и архитектурные сооружения, где в рамках строительного регламента, например, любое общественное здание, как минимум, которое строится на государственные, региональные или муниципальные деньги, должно строиться только по индивидуальному новому проекту. И проект этот должен соответствовать элементарным, современным представлениям о том, что такое современная архитектура. Это развитие уличных пространств, это комплекс, это создание музеев, множество музеев, это создание пешеходных зон с общепитом, с барами, с магазинами, это хорошие дороги, это хорошие гостиницы, это хороший аэропорт, хороший вокзал, это река Обь, которая у нас совершенно не используется как достопримечательность. Мне рассказывали, мне рассказывали, что по Аби, там был как бы там, ну то есть люди мне говорили, что вот они стали свидетелями того, как подплыл какой-то старенький-старенький еще советский теплоходик, или там, ну то есть какой-то, ну то есть какое-то судно довольно старое еще, которое на ходу, и они там поговорили с местными, и выяснилось, что это судно зафрахтовано какими-то швейцарцами на 5 лет, и они вот постоянно, когда ОП еще ходят, то есть когда она не замерзла, постоянно они катают там из Новосибирска там до Сургута, обратно через Хантамансийск там и так далее, а вот они вот катают как бы народ, который там покупает билеты, причем за какие-то там, ну существенные для нас деньги, то есть там измеряющие себе больше чем 100 тысяч рублей за такой вот круизик. Но вот говори, что это есть, это существует. Я пытался как-то заняться, вот лично хотел тоже сделать такое путешествие, я хочу сказать, что это экстремальный отдых, да, то есть у нас ОП, вообще в России за 20 лет речное судоходство убито, да, у нас не чистятся реки, у нас нету причалов, у нас нету зон для пикников, у нас нету каких-то сервисных точек вдоль побережья, где можно остановиться, там заправиться, купить продукты, сходить в туалет, да, в конце концов, вот у нас абсолютно нулевая инфраструктура, и поэтому в этом плане Россия это хороший вариант для экстремального отдыха. Сургут, кстати говоря, тоже. Вот я как заядлый банщик, тут подсел на одного видеоблогера, да, и вот буквально вчера я видел видео, что он сделал? Он просто сел в самолет, улетел в Якутию, ехал там еще 2000 километров в минус 60 куда-то к Кайми-Кону, да, и в его районе построил баню, затопил, пропарился, прыгнул в прорубь в озеро, да, в минус 60. И умер. И умер. Нет, он остался жив, но вот его сопровождающий Якут, Адам, он не рискнул повторить этот подвиг. Вот Сургут для экстремального отдыха, не такого, как вот мы тут с тобой иронизируем, а реального, настоящего, основанного на действительно уникальной природе местной, вот, очень подходящее место. Для этого опять-таки нужны аэропорты, вокзалы, речь вокзалы, дороги, отельный бизнес. Люди готовы, всякие иностранцы, это, кстати, иностранцы, иностранцы очень, очень спортивные. Я вот сужу по европейцам, конечно, они гораздо спортивнее россиян. У них спортивный отдых прям сильно развит, да. Спортивный и активный отдых, то есть я хочу сказать, что здесь, в Европе, на выходных, если ты вот решил, сейчас поехали куда-нибудь, ты никуда не попадешь. Ни одного самого дешевого, там, замызганного отеля ты не найдешь, ни одного никакого кемпинга, этого всего нету, все делается заранее. Попасть на какие-то горнолыжные курорты без, там, как минимум за несколько месяцев бронирования невозможно. Купить билет на самолет невозможно. Все забито. Вот сейчас тут Пасха, и это будет просто, ну, тут ладно, локдаун как бы, вот. Но если бы локдауна не было, все, все, все просто закрыто, забито. И они очень любят экстремальный тур. Вот это все связано с велосипедами, с какими-то поездками, с каким-то прыганием по скалам, как бы. Сургут для этого идеальное место. Это действительно можно совместить с большим-большим очень спросом. Но для этого нужна нормальная региональная и местная политика. И, наконец, когда мы говорим, что в Сургуте нету музеев, музейных кластеров, в Сургуте нету одной важной вещи, вот о которой вот я, как просто гражданин, мечтаю уже много лет. В Сургуте нету технопарка, настоящего, огромного, под открытым небом технопарка, где собраны все действующие, функционирующие образцы техники транспорта, я не знаю, авиационной техники, которые так или иначе участвовали, использовались, да, вот в освоении Крайнего Севера. Ну, представляешь, если стоит настоящий, не на пьедестале, а в который можно зайти, там, вертолеты Ми-8, Ми-26, я не знаю, там, кукурузники, самолеты какие-то, причем списанные самолеты, я не знаю, тушка стоит, например, 54-я. Вот, нефтяная качалка, у которой там чего-нибудь шевелится, крутится, нефтяная вышка, или наши вездеходы, вот эти вот гигантские ураны, там, не ураны, а, слушай, ну, как это, двухкабин это гигантский, вот, трубоукладчики, или какая-нибудь горнопроходческая машина, там, с диаметром в три метра, то есть, это все настолько бы работало, потому что во всем мире это работает, люди в это приходят, люди там проводят целый световой день, там добавляется какая-то, там, часть с аттракционами, с общепитом, все это на несколько десятков гектаров, это очень все крутая вещь. Странно, что, и она бы работала, она бы работала, на это бы приезжали со всего региона, как минимум люди, вот. Странно, что до сих пор такого объекта не существует, ни в Сургуте, ни в Югре. Давай будем завершать этот наш разговор, мы его затянули немножко, ну, потому что тема действительно хорошая, интересная, тут грех не затянуть, значит, как бы резюмируя все происходящее, мы констатируем, что Сургут в настоящий момент не очень подходит для туристического, как бы, захода, но он при этом совершенно не безнадежен, у него потенциал огромный, если, как бы, наша бюрократия, наша бюрократия мыслит госпрограммами, планами и так далее, если наша бюрократия разработает нормальный, хороший, качественный план, там, на десяток лет по развитию инфраструктуры, по поддержке гостиничного бизнеса, по поддержке ивент-туризма, бизнеса, который будет этим заниматься, очень много бизнес может решить, как мне кажется, из того, что ты рассказал, вот просто бизнес решает почти любые вопросы при какой-то координации и легкой поддержке со стороны власти, если это все будет, то Сургут вполне может стать отличным местом притяжения самых разнообразных туристов, тем, кто хочет на лыжах покататься, тем, кто хочет у нас на вертолетиках полетать на оленях, поездить, там, и комаров покормить, по Ай-Би покататься по речным турам и так далее, и так далее. Так что будем надеяться, что эти слова придут кому-то нужному в уши и в голову, и они действительно займутся этим делом максимально плотно. Завершаем наш разговор, меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Амборский был на связи, это о чем говорят, подписывайтесь на наш канал на ютубе, на Сиапресс, читайте Сиапресс, пишите нам всякие интересные вещи, будем обсуждать самое главное в очередной раз через неделю. До свидания. Спасибо всем, всем пока.